В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской республике Чувашия прошла пресс-конференция с представителями местных СМИ с целью создания диалоговой площадки по вопросам имиджа уголовной исполнительной системы, а также содействия развитию сотрудничества. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Пётр Рожков кратко рассказал о работе, проделанной сотрудниками УФСИН Чувашия, успехах в оперативно-служебной, производственно-хозяйственной деятельности и приоритетных задачах, стоящих перед управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской республике. Наше управление очень быстро и оперативно реагирует на изменения у нас, скажем так, экономической составляющей. У нас производственный сектор очень сильно развит. Я не постесняюсь и скажу, что у нас УФСИН Чувашия входит в тройку, наверное, лучших управлений своей категории по приносящей доход деятельности. У нас имеются огромные производственные мощности, у нас имеется опытный персонал из числа тестовных сотрудников. Ну и, соответственно, у нас производство развито по направлениям изготовления швейной продукции, деревообработки, металлообработки. Ну и также у нас очень развито сельское хозяйство. Наша система, тоже похвалюсь, находится на полном самообеспечении по данному направлению. Основное тут направление – это то, чтобы осужденные имели достаточно хороший доход, с которого у нас, согласно уголовному законодательству, удерживается более 50% для некоторых категорий, для кого-то поменьше, удерживается на уплату штрафов, исков, алиментов для того, чтобы загладить вред, который они нанесли обществу потерпевшим в результате преступления. Также обсуждались вопросы роста производства, обеспечения прав человека в местах лишения свободы, улучшения быта для осужденных, условий службы для сотрудников и их заработная плата. В зависимости от тяжести совершенного преступления у нас осужденные по приговору суда направляются в колонии строгого режима, их всего три общего режима, таких две для мужчин и две для женщин, и одной колонии поселения. Есть лечебное исправительное учреждение номер 7, о котором я тоже говорила, где отбывают наказания женщины, страдающие алкоголизм, наркомании. Тоже единственное в России учреждение, где не только отбывают наказания, но и проходят лечения. Из нововведения остановлюсь о том, что при женских колониях у нас сейчас создаются революционные центры. Такие революционные центры в исправительной колонии номер 2 и в лечебно-исправительном учреждении номер 7. Очень положительные отзывы, и, как показывает практика, осужденные, которые прошли через этот революционный центр «Аврора», не совершают преступлений. Хотелось бы также поделиться с вами, что функционирует как раз производственный сектор, о котором у нас остановился Петр Владимирович. Следующий слайд. На пресс-конференции были вручены награды за лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка». Наиболее активным журналистам также вручили благодарственные письма. В завершение пресс-конференции Анна Иванова поблагодарила журналистов за сотрудничество и активное освещение процессов, происходящих в уголовно-исполнительной системе республики. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов, Жизнь столицы.